всем привет с вами канал артмания и как по названию вы уже поняли сегодня покажу что мне подарили на новый год свои подарки обзор подарков конечно же были еще вот такие вот симпатичные наклейки кстати клеится на стекло сразу же хочу вас спросить кто похожие наклейки клеим на стекло как потом они отклеиваются и хорошо ли отмывается само стекло вот честно я никогда в жизни наклеивала родители мне никогда не наклеивали честно я даже не знаю вот это нам тоже подарили так конечно мне подарили нет я ее не съела я ее не съела я ее открыла потому что сегодня я делала мороженку вот и в конце ролика после того как мы с вами сделаем обзор мы с вами будем пробовать эти мороженки там получилось три разных вида и плюс еще одна маленькая такая необыкновенная не стандартная виде эксперимента вот конечно же там была одна с крошкой шоколада вот другая не скажу не скажу досмотрите ролик до конца и мы с вами попробуем что же у меня там такое получилось я уже таким способом делала мороженое у меня получается нос с каким-то определенными вкусами вот я первый раз делала не знаю захотелось так давайте посмотрим такие тапочки мне подарили кстати очень красиво мне больше всего понравилось что тут вот есть такие вот короны нарисованные но не очень понравилось то что тут они тоже такие живот меха вы это все быстро запачкается не знаю только вот из душа чисто вот из душа выйти дойти до кровати и все то есть на следующий день уже не одевать ноги это у нас такая с вами часть которая всегда грязная как будто ее не мыл как бы не танец либо всегда грязные либо всегда вонючие либо не знаю замуж не у всех так особенно после тапочек там с вечером помоешься на следующий день после тапочек и чувствую что уже не очень приятный запах вот такие прям классные мне понравились даже честно говоря их одевать жалко вот они кстати на толстой такой подошве ну мне такая честно говоря не нравится подошва я люблю такие тапочки прям тонкий как будто босиком идешь от них хотя бы ноги не болят поставим вот так вот так здесь у меня такой необыкновенный пакетик такой красивый то есть сам пакет такой довольно хорошо прям выглядит не абы как да и в нем довольно хорошие подарки сразу хочу сказать в этом году на новый год мне дарили подарили очень много подарков то есть обычно это бывает так вот чисто символически там носочки там чайочек например и все но в этом году прям просто у меня еще на новом год мы пошли в гости к нашей большой большой семье вот снова все вместе собрались и конечно же ребенка у меня был там просто гиперактивного просто носился я за ним побегала вечером я даже разболелась немножечко спина и плюс я там бегаю за ребенка плюс меня на то ждем подарок получать на то ждем подарок получать на то ждем я уже подумал что может быть просто ошиблись то есть должны были подарить кому-то другому но подарили мне я уже просто думала так мама все нормально все хорошо успокойся тебе подарили это все твои год короче подарки вот ну ладно хорошо приятно получать под подарок много так здесь у нас мармелад мармелад желейный формовой мармелад со вкусом брусники так она выглядит тоже смотрите классная вот эти вот именно вот оттеночки такой бумаги блин не знаю не так классно смотрится сам оттенок мне очень нравится где это было куплено написано сто процентов натуральную скорее всего натуральные наверное подобие натурального здесь 300 грамм с брусникой с апельсином хочу хочу с апельсином так также мне подарили календарик календарь 2021 года честно говоря но о календаре я мечтала давно да вроде какой-то мизер какой-то маленький там не нужно никому да то есть прошлом году у меня не был календаря я что-то думала купить не купить надо не надо да ладно не буду и уже мне там где-то полгода прошло я поняла что мне нужен срочно календарь ну ладно полгода уже прошло потерпи мне реально вот тот год нереально он был нужен вот и наконец-то мне его подарили такой тоже классный он кстати вот не знаю как этот знак называется это вот эмблемка они производят разные там гели для душа там тра-та-та может и мармелад вот короче календарь подарили классно он будет там буду так стоять и откидываться назад вот так ну вот принципе о чем я и говорила подарили также она еще была кстати эта коробочка сверху упакована прозрачным шуршащей штучкой не знаю с бантиком или нет даже не помню мы когда уходили я очень быстро все упаковывала потому что ребенок носился гиперактивные мы быстро быстро уже собирались это было около двух часов ночи и я просто все впихивал там в разные сумки там куда только не помню даже честно вот ну ладно так здесь ювес рош рошер наверное не знаю даже честно заходила в их магазины но ни разу в жизни ничего там не покупала честно мне постоянно оттуда все дали так попробуем с какой стороны то открывается обалденно пахнет кокосиком я очень люблю кокосовое молочко именно которое кушать можно просто обалденно пахнет и знаете что самое интересное то что довольно красивые такие вот баночки тюбики их можно оставить помыть допустим и в путешествие когда куда-нибудь поедешь например на теплоходе если допустим в сочи поедешь проще там купить все шампуни и все такое вот если на теплоходе то удобно перелить какой-нибудь шампунь ну то есть такой объем довольно хорошенький вот скорее всего я так и сделаю оставлю и потом перелью короче кокос так тут у нас все на английском а гель для душа ну что еще может быть так здесь у нас ягодки какие ягодки у нас а гель для душа и ванны лаванда и ежевика она такая прозрачная кстати когда то очень давно в детстве мне подарили гель для душа он короче был голубой он был прям голубой голубой и в детстве я очень часто любила экспериментировать с волос ну с красотой своей волосами я помню этим уже оставалось там немножечко чуть меньше половины наверное я помню помыла голову этим гелем для душа вы не представляете волосы были просто шикарные от любого там какого-то шампуня такой эффекта не достать не достигнуть а там они они знаете блестели они были прямые причем у меня всегда были они густые сейчас они не густые уже не такие они были густые то есть они были прям прямые блестели прям вообще они были такие шикарные ты не знаю это было что-то с чем-то я искала потом по названию пыталась найти этот гель для душа где он продается я так и не нашла потом мне подумалось в голову что может быть все просто гель для душа именно голубого цвета так влияет но нет потом я какой-то голубой еще пробовала совершенно не то и здесь уже когда мне подарили я сразу вспомнила свой этот момент так давайте попробуем что у нас там лаванда и ежевика о так сладко пахнет ежевичка а давайте я вам там понюхать ежевика лаванда нюхаете говорят что через мою камеру уже начинают передаваться запахи а подождите стоп вкусы я же перешла на новый уровень вернее мы с камерой вместе с вами перешли на новый уровень вкусы. А здесь запах. Запах-то уже давно. Запах через камеру начинает передаваться после тысячи подписчиков, по-моему. После двух тысяч подписчиков вкус. Да, вкус передается через камеру. А после трех тысяч подписчиков, не знаю, можно, наверное, уже туда перелезть даже через камеру и оказаться в гостях у кого-нибудь. Блин, это так классно. Теперь я точно пойду в этот магазин и куплю такие геды для душа. Так, и последний у нас остается с вами. Это у нас грейпфрукт и тимьян. Честно говоря, я не знаю, что такое тимьян. Это, видимо, какая-то здесь травка нарисованная. Тимьян. По-моему, даже это какая-то специя бывает такая. Тимьян. Такой красненький, такой прозрачный. Очень классный. Наверное, пахнет там грейпфруктом и какой-нибудь такой травкой. Какой-нибудь такой... Ну-ка. Ммм... Грейпфруктом. Знаете, вот прям пахнет, прям вот реально, как будто туда запихнули грейпфрукт. Даже, мне кажется, аромат... Если понюхать сам грейпфрукт... Не знаю, не нюхал. Честно говоря, ни разу его не нюхал, но, наверное, он должен пахнуть. А это вот прям вот сильнее, прям прям... Ух! Персик! Обалденно! Такой прям сладкий грейпфруктик. Нюхаем? Нюхаем, нюхаем, нюхаем. Обалденно! Мне кажется, я уже где-то такой запах это чувствовала. Давайте, я, кстати, вам забыла попробовать, вернее, понюхать дать кокосик. Здесь, кстати, а, кокосовый орех. Ну да, ведь, вообще-то ведь на самом деле кокос это орех. Мы с вами привыкли просто к кокос. И всё. О том, что ещё, кстати, арбуз это считается ягодой, мы не все знаем, к сожалению. И, кстати, очень сильно непонятно, в какой степени арбуз вдруг назвали ягодой. А почему дыня тогда? Наверняка не ягода. нюхаем. Нюхаем, 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 нюхаем. Они такие маленькие, а? Более бы тюбики побольше, сейчас они такие ароматные. Так. Сюда поставим. Ещё чуть-чуть, и я скоро начну делать обзоры на гели для душа. Насколько они пенятся. Надо бы этим подумать, кстати. Ну и здесь, конечно же, бумажечки. всякие. И такая коробочка. Ну, коробочку, кстати, можно из неё сделать какой-то на рабочем столе органайзер. Она, кстати, такая вот неровная, тут она пошире, а тут поуже. Это будет удобно. Всё поставила в одно место, и всё в одном месте, не разбросано там по всему столу. Ну, я, кстати, обычно оставляю такие коробочки. Ну, блин, зачем их выкидывать? Хотя у меня нет, их не так много. Корзинка подарочная, да. Всё. Ну, бумага. Так, следующий. Здесь у меня тоже целый мешок. Такой вот, большой. Кстати, вот про такое я говорила. Это вот самый дешёвый мешок, самый стандартный, к которому мы с вами привыкли. Ну, кстати, он довольно симпатичный тоже. Такой фиолетовенький. Так, здесь, конечно же, у меня, кстати, в этом мешке подарки в куче ото всех. Вот. Здесь вот носочки подарила бабуля. Она подарила, кстати, ту шоколадку, которая у меня открыта. Вот. Ну, обычно мы стараемся на каждой празднике дарить подарки чисто символически. Носочки, трусики. Раньше вот было. Вот. Там, я не знаю. Но носки они всегда нужны, в принципе, кстати, вот да. Я стараюсь, допустим, на все праздники дарить вкусные подарки. Потому что дарить что-то, какую-то вещь, как бы неизвестно, нужна эта вещь человеку или нет. То есть спрашивают человек, вот если бы у тебя была вот такая вот вещь, ты бы был счастлив? Человек отвечает, ну, наверное, да. Вы там тратите кучу денег, покупаете эту вещь. А в итоге человек говорит, блин, зачем ты мне её купил? Она мне не нужна. Я и так без неё там 10 лет, допустим, обходился и сейчас обойдусь. То есть это получается вот так. Поэтому я уже чисто для себя решила, я лучше подарю сладкий подарок. Допустим, это будет чай, например, и конфетка или просто какая-то конфетка. То есть, ну, как-то вот так. Сладкий ты по-любому съешь. Сто процентов. Ну, не съешь, отдашь кому-то. То есть, это проще. Такие, кстати, они необычные. Вот. Так. Здесь у меня ещё хлопушка. На празднике мы ещё хлопушки открывали, такие необычные. Кстати, как мы праздновали Новый год, я, конечно же, камеру с собой взяла. Но потом уже в гостях я для себя решила, что я записывать не буду, потому что не каждый человек готов на всеобщее обозрение показывать свою квартиру, своих родных, близких. То есть, это всё сложно. Даже, когда я снимаю кого-то на камеру, ко мне в гости приходят, мне сразу говорят, Наташа, только не выкладывай. Не надо. Вот. То есть, блин, они не хотят, поэтому, ну, чё я буду с мыслью? Конечно, я понимаю, что вам было это, было бы очень интересно посмотреть, как у нас всё это там было, но... В следующем году я, наверное, пофоткаю вам. Если, конечно, у меня будет просмотров немножечко побольше. Не, мне 350 просмотров вот на одном ролике и всё, я буду самая счастлива. Я буду самая счастлива. Мне больше даже не надо, честно. Ну, и 3000, может, подписчиков, может, чуть-чуть побольше. А, нет, 5000 подписчиков, чтобы мне медиасеть согласилась со мной там, монетизация, короче, вот это всё. Там надо 5000 подписчиков набрать до 5. У меня там как раз 2,5 осталось набрать. Как бы всё. А, нет, подождите. А, ну да, всё правильно. Как бы всё. Мне много не надо. Мне достаточно. Я не гонюсь прям за миллиардом. Так. А, так же бабуля подарила мне полотенчик. Кстати, полотенчик очень классный. С этой стороны оно вот такое, прямо, смотрите, мягкое. У меня одно такое полотенце есть, я просто его обожаю. А с другой стороны, вот оно, как вот маленькие, как петельки такие. Ну, как все стандартные полотенчики. Вот. Видите? А с той стороны оно как плюшевое, что ли, я даже не знаю. С утра, вот когда умываешься, лицо вытирает таким полотенцем. О, обалденно. Когда его постираешь, оно с этой стороны обычно становится такое уже, как мочалка жесткая, хотя по-разному. А здесь вот оно остается плюшевое. И уже даже есть петелька, которую, наверное, бабуля пришила сама. Сто процентов, наверное. Чтоб не пришлось пришивать. Сто процентный хлопок написано. Сделано в Китае. Наклейка даже есть. Короче, такой полотенец. Класс. Здесь, кстати, берегулечки какие-то. Симпатичные. Кстати, очень удобно полотенце, когда у него есть вот такая вот петелька. Очень классно. Оно хотя бы не падает и не спадает. Так, полотенечко. Так, что тут у меня дальше? Дальше у меня идут вкусняшки такие вот. Феррера. Феррера. Коллекцион. А, от Феррера коллекция. Наверное, какая-то новенькая. Какая-то новинка. Здесь должно быть три вида шоколада. Рафаэлка. В этом году, кстати, мне никто не подарил Рафаэлке. Один год у меня было, когда Рафаэлка у меня было 10 коробок. То есть, целый килограмм Рафаэлок. Я помню, как я все коробки пооткрывала, сложила все в один мешок. Легла, помню, перед телевизором. Это еще далеко до Димы было. Включила какой-то любимый фильм и просто лежала и там одну за другой. Чисто открываешь одну за другой. Ам, 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 вообще обалденно. Это я запомнила всю жизнь. Жалко, тогда не было камеры все это записать. А здесь что-то еще. Кстати, такой маленький, такой символичный подарочек. Такой классный, чисто вот так вот символический. Кстати, подарить классно. Так, так вот. Так, здесь также мне подарили Бон Пари. Здесь нарисован единорожка. Какие вот единорожки. Сейчас у нас такая модеса, да? Единорожка, единорожка, везде красивые, красивые такие. Они прям классные. Сочный микс, чего-то там такое. Не знаю, буду ли я делать отдельный обзор. Скорее всего, я ее открою где-нибудь на Букмаке. Букмак? Господи, я никогда не запомню, как это называется. Короче, где-то я ее там открою, скорее всего. Отдельный обзор я, наверное, делать не буду. Скитлз подарили. Когда-то я по ним, помню, очень сильно просто западало. Я покупала, помню, в фикс-прайсе и прям вообще они мне так нравились. Прям обалденно. Здесь, кстати, по вкусу я смотрю. Оранжевенькое, это мандарин, желтый ананас. Ну, короче, вам не буду зацикливаться, да, сейчас. у нас с вами ролик получится на целую всю ночь. Так, Соната есть какие-то конфеты, кстати, от Победа. Кстати, конфетки довольно красивые. Блин, они с этим, с фундуком. Довольно красивые, но сама вот эта вот Победа как-то не... Хотя не знаю, может и красивая. Победа вкуса. Кстати, у меня был обзор на шоколадку и там она была в ужасном состоянии, честно говоря. Наверное, в конечной заставке я ее оставлю. Так, здесь вот такая штучка, это для Димы, киндер, такой маленький домик, это Димочкин. Домик, потому что я помню, что здесь был еще отдельный мешочек, где-то должен быть для Димы вкусняшки. Вот. Это Дима. Там что-то, кстати, что-то лежит там. Такое классно, кстати, домик такой. Можно его аккуратненько открыть, а потом где-нибудь вот так вот рядышком тут ставить. А, еще подарили вот такую штучку. Такую штучку, кстати, я очень давно делала сама. Есть, продаются такие типа карандаши, на них, короче, рисуешь сначала контур, делаешь, а потом нажимаешь и она как бы влажет, потом она засыхает и она становится как силиконовая. То есть ее можно с такой штучки снять, куда-нибудь наклеить, а там она может на каком-нибудь шкафу прям конкретно высохнуть и фиг отлепишь. Такое классное. Не знаю, на окно его наверное надо лепить. Ну, не знаю, нет, я не буду его оттуда отдирать. Скорее всего приклеили вместе с этой штучкой. С следующим гадом теперь уже уже не в этом. У нас сейчас ремонт идет и поэтому поэтому у нас дома просто кошмар. Честно говоря, я хотела нарядиться, я уже продумала весь текст, весь наряд, но я не нашла свою кофточку. Поэтому я сегодня в серой кофточке, потому что у нас ремонт, честно. Не знаю, короче, как-то так. Так, здесь еще что у нас? Наклейки для малышей. Такие вот наклеечки. Вот это, по-моему, сестра мне подарила. Честно говоря, я никаких подарков им не готовила. И как-то это все получилось не спонтанно. Честно говоря, мы даже не планировали идти с сыном к ним, потому что у меня ребенок до сих пор болеет еще. И я просто боялась, что мой ребенок может заразить ее ребенка. Вот. И я была уверена, что я 100% просто откажусь. Честно. Вот. Ну, позвонили, сказали, чтобы мы приходили. И, конечно, там уже оставалось буквально несколько дней до Нового года. И, короче, не пошла никакие подарки покупать. У меня даже обычно вот, что тут наклейки? Обычно я делаю всякие всякие конкурсы, покупаю всякие вкусняшки для конкурсов. такие чисто символические. И, конечно же, нахожу всякие интересные загадки там, я не знаю. Ну, что-то такое интересное. В прошлом году у меня было очень интересно. Я, кстати, показывала на камеру, что у меня там было. Здесь, кстати, Дед Мороз красивый очень. Елочка, текст тут немножечко. Классная. Хорошая такая книжка. Она, кстати, такая плотненькая, как будто там прям много листов. Хотя... Хотя, 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 хотя... Какой здесь? Не найду. Ладно. Вот тираж нашла. 8, что ли? 8 страниц, наверное. Дед Мороз такой прям, настоящий. Так. Kinder. Такой вот. Это тоже, по-моему, Димочкина. И последний подарок у нас... А, вот. Степ. Это, наверное, степ, он вместе с орешечками. Опять лесной орех. Да что ж такое? У меня на него аллергия. Не очень его люблю, честно говоря. Это, наверное, останется степ у нас на... На чёрный день, когда все конфеты заканчиваются и уже просто кушать конфетку хочется, но нет. Потому что в этом году, честно говоря, конфеты у меня просто море. Их просто море. Их очень много. И они лежат у меня практически везде. И тут они лежат, и тут лежат. И там в комнате, и под ёлкой сегодня мы нашли конфеты. Дед Мороз принёс ей. Просто уйма. Ощущение, как будто приехал грузовик и просто нам в квартиру вывалил эту кучу конфет. Ладно, так, не буду вас добавлять. У нас с вами всё. Мешочек у нас пустой. Красивый пакетик. Кстати, я пакеты никогда не выбрасываю. Я всегда их беру вот так вот. Вот здесь вот линия проходит. Видите её? Здесь видите, её нету. И он вот так вот складывается пополам. Складывается. Вот, всё. Видите? И всё. И вот этот тот пакетик я всегда оставляю. Наступает какой-нибудь праздник. Ну, здесь вот не видно, что это Новый год. Допустим, может быть любой другой праздник, потому что тут просто зайки. И потом можно какой-то подарок положить и подарить другому человеку. То есть, ну, такая вещь, которая кругом ходит. По кругам вот так вот, по всем. Вот. У меня получается вот раз целых три мешочка. Ещё тут серенький. Ну, смысл. Потом, по-любому, наступит, знаете, какой-нибудь праздник и 100% вам придётся, если не будет таких мешочков, вам придётся их покупать. Зачем покупать? Если можно, вот, положить куда-нибудь, причём они там тоненькие, куда-нибудь их там воткнул и всё. Так, сейчас я это быстренько всё убираю, достаю мороженки, как я вам и обещала. И мы с вами будем пробовать. Мне даже, честно говоря, самой очень интересно. Попробовать, что же у меня там такое получилось. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот и я вернулась. Так, нам понадобится тарелочка. Мои мороженки, конечно, они выглядят не очень прям так суперски аппетитно, но они вот так вот. Немножко они торчат. Видимо, нужно было мне побольше приглаживать. вот так они выглядят. Формочка из фикс-прайса. Кстати, очень классно. Вот такая. У меня их четыре штуки я купила, чтобы они реально были, потому что найти формочки для мороженого даже в нашем 21 веке очень сложно. Вот. Здесь у меня получается вот это же печенье, я хотела сказать, это мороженка у нас с мармеладом. там мармелад вместе с шоколадом. Не знаю, что-то мне захотелось с мармеладом. Я его потеряла на терке и вот получилось. Здесь у меня шоколадом бабаевским, а вот это я хотела сделать чисто просто, пустую, но решила сделать соком мандарина. У меня апельсина не было, поэтому у меня мандарин сок. Вот. И еще вот тут вы, наверное, заметили, у нас стоит звездочка. Сейчас она немножко подтекла. Здесь у меня сок мандарина полностью был и я положила сюда где-то столовую, ой, господи, чайные ложечки, наверное, с большой горкой, одну или две, не помню, самого, ну, самой массы мороженки. Так, массу сейчас покажу. Сама масса вот так вот выглядит. То есть, ну, вот она, такая. Ой, господи, не опрокинулся. Ну, видите, короче, какая она. Такая. Она легкая, короче, не как творог, она такая легенькая. Это вот есть сама масса мороженого. Ее, в принципе, можно ставить в холодильнике и держать сутки, двое, трое. То есть, если вы сегодня не доделали мороженое, сильно устали, можете поставить в холодильник, завтра, например, продолжить. То есть, с ней ничего не будет. Можно, кстати, ее сразу не убирать в холодильник. Она тает не очень быстро. То есть, ну, час где-то она может спокойно постоять. Если у вас, ну, прям совсем нету сил доползти до холодильника и ее туда поставить. Так, из чего я его делала, мороженое? Сегодня у меня мороженое было вот из сливок лентом. Изначально я эти сливки покупала, чтобы записать обзор, но, к сожалению, у него срок годности закончился тогда, когда мы с сыном были в больнице, лежали. И потом я решила не делать обзор, потому что они просроченные считались. И я не знала, что там вообще внутри. Оказалось, внутри просто там немножечко сливки свернулись. Чуть-чуть. Но вкус сливок не изменился. То есть, у него где-то просроченность на два с половиной месяца. На вкус нормальный. Мне понравился. То есть, она была же закрытая, то есть, она не протухла, все супер. Но я люблю такие продукты, поэтому у меня со мной ничего не будет особенного. Здесь 33%. Ну, написано, кстати, даже для разбития. Они, кстати, по вкусу ничем не отличаются от дорогих. Сейчас дорогой покажу. Дорогой, точно такой же. В прошлый раз я, кстати, на него делала обзор, и там я сделала мороженку. Отдельно, по-моему, ролик с мороженкой меня, по-моему, нету. Даже не знаю, честно. Не помню уже. Вот, здесь она у меня тоже получается просроченная. Пока что еще на две недели. Ну, я знаю, что с ней будет все супер. Это, кстати, подороже. Она где-то в перекрестке стоит около 300 рублей. А вот это подешевле. И вот такие вот у меня получаются мороженки. Потом еще покажу. Тут у меня, короче, решила сделать одну мороженку с мармеладом. Вот у меня такая упаковочка. Вторая у меня будет просто, скорее всего. Или нет? То есть, она будет шоколадом. А здесь просто. Воск. Да. Вот так вот мы делаем. А воск? Так, вторую у меня с бабайским шоколадкой. Что тут натерла? Вот она. Перемешиваю. Третью я решила соком апельсина хочу, но у меня апельсина нет. Наверное, это будет мандарин. Все-таки. Что-то мне просто обычно не захотелось. Я хочу сейчас уменьшить. Есть общее. Уже таять начинает. он уже у меня заранее сладкий. Я уже добавила в общую массу. Получку забыла добавить. Мышку? Мышку. Мышка. Мышка. Мышку. Мышка. 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 Наша звездочка. Очень хочу ее попробовать. Кстати, он полежала. Немножечко оттаяла. Кстати, она очень довольно жесткая. Я хотела еще воткнуть туда палочку, но не знаю, мне кажется, не смогла бы она держаться. По вкусу, знаете, как будто новогоднее мороженое. Апельсин вместе с этим. Сочетание с мороженым очень сочетание такое хорошее. Сделаю я ее изначально, чтобы... Конечно, палки тут не хватает, ну ладно. Чтобы попробовать... О-о-о-о! Класс! Смотрите! С этой стороны она, видите, половинка. Слушайте, вкусно? холодная. Смотрите, такой вкус апельсина сладкий. Ну, сладость, как бы, если я еще сахарка чуть-чуть добавляла туда, пудры. Апельсин и молоко. Вот что-то вот такое, или не молоко, даже молочное мороженое, даже вот как-то вот так. это вкусно, это реально вкусно. Но она быстро очень тает в руках. Обалденно! Ну, укусить, конечно, ее сложно. Вы спросите, почему я не положила в эту форму? Потому что у меня изначально было, то есть, мороженое жидкое. Жидкое, конечно, с такой вот формы оно бы вылилось. Потому что здесь есть дырка для этой палки. Ну, можно было, в принципе, что-то придумать, наверное. Это уже будет следующая история. обалденно вкусно. Наверное, знаете, нужно будет попробовать как-то силиконовые, какие-то маленькие, чтобы были кружочками. Сам силикон, да, туда, допустим, залить сок, заморозить, а потом просто вот так их тут по всему мороженому, блин, вам не видно, по всему мороженому вот эти вот замороженные точки сока разложить, например, и сверху самой вот этой вот смесью еще пока сливочной, сладкой положить и заморозить, мне кажется, наверное, так. Так, ну, тут они вот эти прям конкретно замороженные. Сейчас мы их попробуем достать. Я думала, честно говоря, они не успеют заморозиться, потому что буквально я их сделала вообще-то давно уже сделала. Вот эти вот формочки мне прям очень нравятся. Вот до этого предыдущие у меня были другие. Там было сделано... О, сложен довольно. Вот здесь вот. Ах! Весь мармелад остался здесь. Это все-таки надо перемешивать в отдельные пиалочки. Вот этот уже, кстати, более похож. Если вот та звездочка, она была вместе с соком, то есть сок это как вода, и она была больше как льдышка, но холодная. Прямо реально холодная. Наверное, 30-ти градусную жару летом это будет вот так смотреться. Можно, кстати, еще сверху пудрой посыпать, чтобы послаще было. Слушайте, а вкусно! вместе с мармеладом реально вкусно. Как именно? Вот у меня мармелад был тертый на мелкой терке. И пока, например, кстати, мороженое кусается. Она такая, когда ее кусаешь, ощущение, как будто она тепленькая. Такая... Ну да, как-то так. Не переживать можно, кстати. здесь очень мягко. Она уже растаяла здесь. Можно даже было побольше мармеладки. Можно по всему периметру, прямо в самом низу выложить и сверху вот этой массы прикрыть. И потом еще выложить сверху. Вот просто так вот. Мармелад, кстати, был с лимончиком. миска. 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 обалденно вкусно это невероятно просто вкусно именно с мармеладом честно говоря не любительница мармелада но теперь я знаю куда он у меня весь уйдет что мне его просто очень много обалденно плюс у нас от мармелад плюс шоколад ну какая-то там часть шоколада мармелад был вместе шоколадом очень вкусно шкала даже как будто под зубами немножко тоже хрустит то ли это что-то другое это просто обалденно ощущение ски будто пробую шоколадку альпингоид такое чувство уже дохожу до середины этой мармеладной и просто балдею блин это балдеж хорошо что у меня там еще эта смесь осталась наверное следующий сделаю полностью в этом армеладе блин это обалденно вкусно кстати я когда-то очень давно пробовала мороженое с мармеладом не не понравилось мармелад этот застыл мой ледяной было вообще что-то там просто нереально кстати сейчас покажу какой какую мармеладку использовала а желе мир желе так она называется мир желе может быть это желе какой-то или мармелад не знаю даже чуть такой покупал и светофоре в мешке который называется ассорти как мешок в котором куча конфет разных но теперь я запомню можно будет поискать ну по моему кстати у них полно это желейные корпусом из глазури а может быть и желе потому что не знаю даже нужно будет купить какой-то мармелад и попробовать с ним но это вкусно реально класс знаете мне даже не верится что это я сделала даже знаете мороженое холодное но у меня получается его зубами кусать и вот тут тут еще зубами коренными своими жевать то есть обычно холодное что-то холодное я проживать не могу мне реально становится больно особенно тут кусать но почему-то мороженое у меня нормально причем еще сегодня я что-то съела холодное и почувствовала зубах боль не более такое неприятное ощущение то здесь нормально может быть свое потому что а райское наслаждение своим ладом вернее желе обалдеть попробуйте обязательно и и потом я даем от меня сейчас растает да кстати вспомнил про хлопушку расскажу маленькую историю у меня в детстве подростком вернее в возрасте была хлопушка ну помните самый обычный где вылетали маленькие бумажные кружочки по-моему так и нам ее кто-то подарил и она у меня просто стояла на полке уже очень-очень много лет ко мне пришла подружка взяла ее такая в руки а я была на кухне вертела вертела меня спрашивают оттуда Наташа что это такое откуда я знаю что ты взяла в руки ты мне скажи что ты в руки взяла я тогда скажу что это такое да я не знаю какая-то маленькая она такая поменьше была размером чуть-чуть какая-то маленькая кругленькая штучка здесь веревочка снизу какая-то ну дерни за веревочку узнаешь а она не знала что такое хлопушка первый раз в жизни ее видела смотрела смотрю потом взяла эту хлопушку у меня еще ковер там был и потянула, как она шум дарахнула, та стоит, вот так вот просто замерла, я из кухни прибегаю, думаю, господи, что, и она упала, что-то, забегаю, она стоит, она долго стояла так вообще, я говорю, слушай, с тобой все нормально, она стоит, просто молчит, потом такая, говорит, господи, что это было, я говорю, это была хлопушка, я говорю, она много лет простояла, зачем ты ее тронула, да я не знала, говорит, что такое, ты мне не сказал, какая-то веревочка снизу, решила зернуться, интересно было, я думала, говорит, оттуда сейчас клоун какой-нибудь выскочит, она как шум дарахнула, блин, это вообще было что-то с чем-то, такие моменты реально надо записывать на камеру, ну, хотя бы я рассказываю вам, конечно же, останется, я надеюсь, на ютюбе все это, на память останется, и буду я какой-нибудь старой бабушкой, буду пересматривать, говорить, вот какая я была молодая, истории какие-то, помнить, ну, конечно, с этой подружкой мы уже не общаемся уже много-много-много лет, вот, и как-то я пыталась с ней начинать общаться, но уже совершенно другой человек, уже не то, уже чужие стали, а дружили прям вообще классно, вот, так, здесь что у меня, а-а-а, здесь у меня, что-то он плохо держится, что ли, здесь у меня с бабаевской шоколадкой, причем там шоколадка бабаевская необыкновенная, даже не золотая, не серебряная, здесь она у меня, а, горький шоколад, да, я помню, что здесь вот как раз какао баб, я про него, кстати, рассказывала, по-моему, вот букманге каком-то, вроде были, нет, я даже сейчас не помню, есть разные орехи, есть вот такие вот какао баб, и они очень обалденно вкусные, ну, и, конечно же, очень дорогие, хотя достаются они, по-моему, не совсем сложным путем, м-м-м, знаете, он уже подтаял, ощущается шоколадка, прям конкретно, если вот, когда покупаешь мороженое, сверху покрытое шоколадом, обычно, если этот шоколад сразу съедаешь и уже ешь мороженку, то здесь, наоборот, шоколад есть внутри, это классно, короче, видимо, ролик получится очень длинный, обалденно, хоть там шоколада не так много, вот с этой стороны видно, что он есть, вот тут, кстати, еще сбоку, но он реально чувствуется, это классно, чувствуется, что вот не просто, знаете, какая-то глазурь, а чувствуется, что тут реальный шоколад. вкусно, но мне не терпится попробовать третье, если я сейчас еще по 3 часа буду кушать каждое мороженое, у нас с вами ролик получится вообще там очень-очень-очень длинный. Вот, кстати, именно поэтому я мечтала купить ноутбук, чтобы делать вот такие вот прямые трансляции вместе с вами, чтобы вы мне одновременно писали. Ну, я начала купить деньги на ноутбук, у меня сломалась микроволновка, потом хлебопечка сломалась и, короче, все, и все деньги просто ушли. Не знаю, надеюсь, что я в этом году все-таки накоплю деньги и все-таки куплю ноутбук, очень хочу ноутбук. Так, здесь у нас с вами, кстати, здесь он прям вот, ну, гладенький, да, здесь он не очень, здесь у нас мороженое с соком мандарином. Апельсина, к сожалению, не было, поэтому здесь мандарин. Выжимала руками. Такое, ну, мало чувствуется, кстати, он там вытек у меня, наверное. Ну, мало очень чувствуется. Получается так, что я мороженое положила, сделала такие ямочки, залила туда сок, отправила в микроволновку, хотелось сказать, в морозилку. И, видимо, может быть, он где-то, кстати, и вытек. Осталось тут совсем чуть-чуть. Ну, такой вкус ощущается мандарином. Мне кажется, даже, наверное, проще купить в магазине апельсиновый сок именно с мякотью. И, наверное, мякоть сока перемешать вместе вот с самой вот этой вот сливочной массой, которая получилась, ну, вот этой вот мороженкой. И тогда, наверное, должно быть вкусно. Наверное, как-то так. Что-то там вытекает. Вкусно, но оно очень-очень слабо прям чувствуется. Ну, зато могу понять свои ошибки. Здесь, конечно, уже растаял. Видно вам звездочку? Уже растаял. Ммм. Ммм. Обалденно. Вот это, кстати, обалденно. Но, в принципе, изначально мне понравилось. Но как-то нужно его немножечко сделать по-другому. Но оно, кстати, ну да, оно, в принципе, очень холодное. Ммм. Очень вкусно. И сладенько. И прям, блин, это вообще прям классно. Так. На сегодня у нас с вами будет всё. И мы с вами попробовали мороженки. Я рассказала вам вкус каждой мороженки. Напишите в комментариях, слушая я про мороженку, какая вам мороженка бы понравилась больше всего. Мне, например, понравилась вот эта вот звездочка с перси... Ой, с мандаринчиком. И понравилась очень сильно с вот этой вот жирейной конфеткой. Прям очень сильно. Просто, блин, обалденно. Вот эти вот два. Прям обалденно. Вот. Я думаю, что я завтра, наверное, буду делать мороженку ещё. И, наверное, вполне возможно, наверное, я буду завтра в обед это всё делать. Наверное, что-то мне придёт. Возможно, с вами буду делать. Где-нибудь это будет в отдельном влоге. Называться как-нибудь там готовлю мороженое. Что-нибудь вот типа такого. Наверное. Всё. Не будем дальше с вами болтать. Ролик получился достаточно, наверняка достаточно длинным. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Если вы досмотрели до конца, напишите в комментариях, какая мороженка вам понравилась, чтобы я поняла, что вы досмотрели. Надеюсь, что вам было очень интересно. Я для вас стараюсь. Если вы знаете, что девиз нашего канала – всё лучшее для вас. И, конечно же, всё вот это я стараюсь именно для вас. Чтоб вам было приятно смотреть мой канал. Чтоб вам нравилось. Чтоб вы обязательно подписывались. Там где-то внизу будет эта кнопка. Потому что мне кажется, что она где-то вот здесь. Она окажется где-нибудь здесь. Обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. У меня ролики выходят каждый день. Да, вы их не смотрите. Но они будут выходить каждый день. Я упертая. Я всё равно буду их выкладывать. Лайки. Боже, я так и обожаю лайки. Но больше всего я обожаю ваши комментарии. Мне очень приятно их читать. Огромное вам спасибо. Прежде чем сейчас вот сейчас вот сесть вот это всё записывать. Я прочитала ваши комментарии. Они просто бесподобные. Они классные такие. Под каждым вашим комментарием я ставлю свои лайки. Если там другие ставят только сердечки, то я ещё ставлю и лайки. Это от меня лайк. У вас там приходит, что кто-то оценил, поставил лайк. Это я ставлю лайк. Так, что там ещё подписываться? Да, комментарий, лайк. И смотреть другие ролики. Там очень-очень-очень-очень много у меня роликов. У меня роликов уже за эти три года около тысяча с чем-то там роликов. То есть, ну, такие маленькие каналы и так много роликов – это редкость. Наверное, потому что я упертая. Напишите в комментариях, мне будет интересно. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.